приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы долгожданный пвк от компании magnum steel наконец-то приехал ко мне на обзор сейчас мы над ним надругаемся поиздеваемся над ним разберемся в комплектации ну надо же понять что к вам приедет ко мне это понятно тут все приехала разберемся в комплектации обсудим вообще нафига вот этот вот громоздкий девайс нам нужен кстати этот вопрос для меня еще полностью не раскрыт конечно же приготовим на нем чаще начиная с перегонки густой виноградной браги на спирт сырец и заканчивая с помощью с дистилляцией с укреплением с помощью вот такой вот прекрасной медной тарельчатой колонной поехали а конечно перед словом поехали я должен был сказать что ссылочку на наш сайт на котором можно приобрести этот чудесный пвк а также любое оборудование компании magnum steel вы найдете в описании видео важно заметить что отправку мы делаем в любую страну мира главное чтобы у вас работала почта все остальное совершенно не важно ну и конечно что главное чтобы у вас деньги были на эту приблуду потому что стоит она достаточно серьезных денег и надо понимать вообще нужно вам это или нет итак давайте разбираться для чего нужен пвк начнем с самого начала первый процесс который мы можем проводить с помощью пвк это затирание то есть приготовление заторов с использованием солода низкотемпературное приготовление которое полностью исключает всякое пригорание следующий процесс конечно же после затирания нам надо сусло сварить если мы варим пиво то нам надо его сварить и с помощью пвк мы можем также сварить сусло совершенно полноценно далее охлаждение сусло и также мы это можем сделать с помощью пвк я вам покажу как при этом затирать можно не только солод а нагревать заторы прямо с мукой если вы используете ферменты или осолаживаете какой-нибудь там очень мелкодисперсное сырье спал вернее осахариваете с помощью солода очень мелкодисперсное сырье то какой бы мощности у вас не был тем у вас в любом случае мука на ты не пригорит далее друзья перегонка густых брак сегодня я приготовил брагу которая просто прямо как варенье и специально сделал но такую густую что она в любом случае на любом тени бы пригорела и посмотрим и мы с вами посмотрим пригорит ли у меня это брага на пвк я думаю что нет помимо перегонки брак конечно же мы можем делать дистилляцию с укреплением и я вам тоже это покажу сегодня так друзья что такое пвк и чем он отличается от обычного привычного всем нами перегонного куба зачем вот это вот фигня вообще нужно обычный перегонный куб выглядит следующим образом какая-то емкость с герметичной крышкой и с клампом на который мы ставим либо холодильник либо тарельчатую колонну в куб вставляется также на клампе теплонагревательный элемент или трубчатонагревательный элемент который непосредственно входя в контакт с жидкостью которая сюда залита с брагой нагревает ее либо куб мы ставим на электрическую плитку по феншую используем конечно там эти магнитные плитки и так далее что у нас получается допустим что у нас куб 50 или 100 литров а именно таких объемов у нас есть пвк 50 или 100 литров для того чтобы разогнать этот куб нужно подать на него достаточно большую мощность и даже если мы будем использовать тем 5 киловаттный допустим или 4 киловаттный низкой удельной плотности все равно он должен быть такой длинный чтобы на нем ничего не пригорело что это граничит с возможностью реальности пвк же представляет из себя по сути две емкости внутреннюю вернее наружную емкость в которой 100 в которую вставлена внутренняя емкость здесь мы также имеем герметичную крышку с клампом на который можем ставить какой-либо холодильник либо колонну какую-либо и здесь мы имеем тэн мы можем сюда поставить тэн 3 5 и даже 6 киловатт и у нас ничего не пригорит по той причине что уровень воды у нас находится вот здесь вот он не касается основной емкости в которой находится жидкость что же происходит этого года закипает и все пространство паровая рубашка начинает заполняться паром у пара теплоемкость значительно выше чем у воды за счет того что пар соприкасается со стенками внутренней емкости там где находится более холодный более холодная брага скажем так пар конденсируется и процессе именно конденсации он отдает максимум тепла внутренней емкости таким образом мы получаем максимальную эффективность при этом мы можем использовать большую мощность вплоть до 6 киловатт в данных видах пвк и полностью исключить вас какую-либо возможность пригорания далее друзья давайте смотреть что входит в комплект пара водяного котла начнем наверное стена сейчас у меня стоит тэн который стоит непосредственно в пара водяной в пара водяном контуре то есть паровой рубашки и это тэн на 3 киловатта также опционально можно использовать вот такой вот тэн на 5 киловатт они кстати все из 304 нержи хотя она здесь не особо актуально и вот такой вот тэн на 6 киловатт сам котел стоит на колесиках которые оборудованы тормозами такими вот защелками которая фиксирует колесико и не позволяет котлу кататься здесь мы имеем краник подачи воды и кран слива сусла это дюймовый кран достаточно большой сейчас попробую его открыть он шаровый и он также выполнен из 304 нержи таким образом я предполагаю что мыть котел будет крайне легко далее у нас есть контрольный краник уровня сюда мы подключаем подачу воды и заполняем пвк до того как вода потечет из этого краника таким образом у нас тэн будет покрыт водой и при этом эта вода не будет касаться самого котла далее друзья порт тут есть несколько портов порт на полтора дюйма он идет непосредственно в сам котел то есть во внутреннюю емкость и в этот порт можно установить термометр для контроля температуры например вот такой вот следующий порт который у нас есть это порт для тэна то есть мы можем ставить тэн как в пароводяную зону так и непосредственно в сам котел то есть здесь тэн будет стоять давайте сейчас покажу поставлю его сюда будет стоять вот таким вот образом это нужно для того чтобы ускорить процесс когда мы уже работаем со спиртом сырцом мы с вами тоже это сделаем густую брагу на спирт сырец я буду перегонять с помощью пароводяного котла а вот спирт сырец скорее всего буду перегонять с помощью этого тэна непонятно какое количество спирта сырца у меня получится так как здесь будет достаточно высокий не снижаемый остаток поэтому вполне возможно из 50 литров браги у меня не получится достаточное количество спирта чтобы обеспечить не снижаемый остаток и это еще одно преимущество пароводяного котла здесь понятие не снижаемый остаток полностью отсутствует далее верхней части котла мы имеем еще несколько портов первый порт с краником нужен для того чтобы проводить охлаждение то есть если вы будете готовить на пвк пиво вам не нужно никакого чиллера вы просто подаете холодную воду снизу а вот отсюда делаете сброс горячей воды которая охлаждает сусло непосредственно в канализацию далее следующий порт для мешалки мешалка у меня уже здесь установлена она снимается методом отстегивания этого клампа и можно совершенно спокойно ее снять и поставить вместо мешалки заглушку давайте сейчас прямо на видео сниму чтобы было понятно вот таким вот образом ось мешалки сюда ставится заглушка и все поехали работать без мешалки все это видите даже мне почти удается сделать одной рукой сама лопасть мешалки ставится достаточно просто сдвигается вот такая вот гильза надевается мешалка гильза опускается и все мы можем совершенно спокойно время от времени помешивать наше густое сусло и это круто друзья потому что когда мы отсаживаем допустим виноградную брагу ну вот чачу от мезги в мезге остается еще огромное количество спирта конечно же а так мы сможем отжать весь спирт весь спирт мы сможем отжать весь спирт далее еще один сквозной порт для чего он нужен для циркуляции если вы будете допустим затирать пиво вы можете использовать двойное дно фальш дно которое становится в данный куб и далее вот сюда вот подключаем циркуляционный насос этот кран можно развернуть для удобства в эту сторону и подаем циркуляцию сюда здесь есть наружная резьба 1 2 и внутренняя 1 2 сюда же можно кубку вкрутить допустим трубку вирпула или трубку орошения которая будет подавать сусло на центр солода еще одно очень важное устройство данного пвк группа безопасности она состоит из обратного клапана обратный клапан я просто по ходу рассказываю не совсем по порядку но по ходу от котла обратный клапан нужен для того чтобы когда котел остывает он позволял повышать давление внутри котла ведь мы работаем с давлением 30 40 килопаскалей и соответственно это давление будет внутри котла когда жидкость и пар начнут остывать соответственно давление внутри будет падать и если не дать возможности если допустим можно открыть верхний кран да но мы взяли и забыли его открыть для этого есть защита от дурака клапан обратного давления он позволяет уравнять давление уменьшающееся давление внутри пароводяного контура с атмосферным давлением и таким образом исключает сдавливание котла атмосферным давлением далее вот такой вот на манометр и клапан давления который настраивается на холостом пуске я этот холостой пуск уже провел и настроил его таким образом чтобы у меня в котле было давление 40 килопаскалей именно такое рабочее давление 30 40 килопаскалей рекомендована производителем для данного оборудования далее у нас есть крышка крышку можно на выбор заказать с клампом 2 3 и 4 дюйма в данном случае у меня трехдюймовый кламп крышка клей крепится на вот таких вот защелках надо это делать двумя руками потому что одной рукой она пытается сбежать в любом случае считаю что вот это вот крепление magnum steel она значительно лучше чем крепление ободом во первых она проще во вторых она здесь у нас есть кламп и ниппель под термометр в данном случае этот термометр у меня уже стоит помимо этого компания magnum steel предлагает вот такой вот блок управления это регулярно регулятор мощности который рассчитан на тены до 6 киловатт он имеет принудительное охлаждение что круто не закипит также имеет регулировку мощности и дифреле его кстати он если покупаете в комплекте он со скидкой включаем дифреле и вот здесь вот сразу же вентилятор заработал и вот здесь вот у нас регулировка мощности в процентах от 0 до 100 процентов я кстати на 3 киловатт нам тени работал на 45 процентах то есть это когда он уже вышел на режим что нам дает где-то 1 и 3 киловатта реально котел очень экономичный и так я собрал пвк для перегонки густой про браги на спирт средств в режиме подстил что я сделал я взял на 3 дюймовый клам поставил переходник с 3 на 2 дюйма далее поставил два поворота по 90 градусов и поставил 9 трубный холодильник думаю мощности этого холодильника с головой хватит что нам надо дальше сделать конечно же в первую очередь залить брагу но перед этим я хотел бы несколько слов сказать о безопасности а именно о группе безопасности как нам сделать так чтобы наш котел не взорвался друзья перед тем как делать первую перегонку когда вы купите пара водяной котел запустите его на воде заполните пара водяную рубашку водой и поймите как вся эта приблуда работает какой у нас регламент действий заполняем пара водяную рубашку водой до трубки уровня до трубки слива это второй вторая трубка после трубки залива то есть не самая верхняя автора я вам ее показывал далее открываем вот этот вот кран верхней полностью он у нас должен был быть открытый и на максимальной мощности доводим пара водяную вот жидкость пара водяной рубашки до кипения до того как отсюда пойдет пар после этого этот это нужно для того чтобы вытеснить воздух и заполнить всю пара водяную рубашку паром ведь именно пар является контактным веществом и именно пар максимально эффективно передает тепловую энергию от тена к нашей браги не вода не воздух а именно пар следовательно нам надо заполнить всю пара водяную рубашку паром сейчас мы это будем проходить но я еще раз обращаю на это внимание запускаем котел на максимальной мощности верхний кран открыт после того как мы перекроем верхний кран мы уменьшаем мощность тена и вот этим вот клапаном мы должны отрегулировать давление 30 40 килопаскалей при этом нам надо найти баланс между мощностью тена и регулировка этого клапана таким образом чтобы он не сбрасывал пар чтобы котел работал балансе чтобы тепла хватало на то чтобы прогреть нашу брагу и конденсироваться вернуться в водяную рубашку нам не нужно чтобы выходил пар нам нужно чтобы вся система работала в балансе в соотношении мощности и давления потому что если будет большое давление то у нас будет постоянно выкипать вода из пароводяной рубашки а нам это совершенно не нужно это как работа торельчатой колонны допустим которая должна работать полностью сбалансирована точно так же мы сейчас с вами будем балансировать пара водяной котел а я пока пошел за радой тупо варенье и сейчас я все это варенье прямо вот перегружу сюда в пвк главное чтобы все экраны закрыл и она сразу же не вывалилась вот такие у меня два фермента прям густых густых так ничего у меня не льется обычно я рукожоплю таким образом начинаю заливать и обнаруживаю что какой-то из кранов открыт это всегда фиаско посмотрим как пвк справится с такой густотой что очень важно нагрев будет кстати видите здесь какая красивая шкала сделана лазерной гравировкой здесь галлоны и литры а так вот что очень важно нагрев будет происходить не только снизу а по всем стенкам по всей площади пара водяной рубашки а соответственно теплопередача от пара который сам по себе очень теплоемкий будет просто сумасшедшая ну и соответственно и эффективность должна быть сумасшедшая в общем заполняю всю эту историю кстати что очень круто сюда поместилось ровно два фермента ров вот видите как раз отметка 50 литров и два фермента ра сюда поместилось теперь смотрите как работает мешалка она реально перемешивает видите она снизу наверх подает всю эту пижню и вот таким вот образом перемешивая сусло в процессе мы то будем это делать мы добьемся того чтобы выпарить из него абсолютно весь спирт сырец но для этого нам надо приступить к сборке ставим крышку чик 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 и чик подключаем водичку человек который придумал вот этим быстросъемники вместо елочек должен прямиком попасть в рай я считаю что просто прямиком соответственно конечно же снизу подача сверху сброс горячий и конечно же предварительно проверив все на герметичность чтобы нигде не текло приступаем к работе этот кран верхний дайте еще раз по кранам снизу кран подачи воды дальше следующий кран это кран уровня водяной рубашки далее порт для любого девайса допустим термометра и верхний кран сброса пара или сброса воды с водяной рубашки он пока открыт все остальные закрыты он тут мне всегда хочется сказать он сказал поехали и запил водой включаем и мощность на максимум полетели ждем пока закипит ох и долго же он закипал в прошлый раз когда я тестировал на там баки наверно литров 20 воды было все прошло значительно быстрее вот у нас закипела уже пара водяная рубашка отсюда парочек идет нормально мы можем перекрывать этот кран тик и ждем повышение давления сейчас она начнет расти и я буду уменьшать мощность происходило все это 1 час 25 минут то есть достаточно долго пустой наверное с 10 литрами воды внутри он закипел у меня за 45 минут но соответственно там куча холодной браги и это брага по сути охлаждает но это же естественно при этом в самом кубе температура 30 градусов теперь надо дождаться пока вырастет давление охи долго все охи долго надо было 5 киловатт ник поставить или 6 киловатт ник как я его нафиг поставлю если у меня розетка 16 ампер максимум 3 киловатта как вы наверное поняли работоспособность вот всей этой штуки зависит от давления и в первую очередь я очень круто сделал то что вчера отрегулировал на пустом тени вот этот вернее на пустом котле вот этот вот клапан на давление 40 килопаскалей кстати сказать каждые 10 килопаскалей добавляют два с половиной примерно два с половиной градуса к температуре кипения воды то есть 40 килопаскалей добавят нам 10 градусов и кипение будет происходить при температуре 110 градусов соответственно мы получим в паровом контуре перегретый пар что даст очень быстрый прогрев и действительно после того как давление выросло и на самом деле задолбался ждать и ушел где-то полчаса назад температура была 30 прихожу а у меня уже отсюда идет пар температура когда котел заполнился перегретым паром подымается очень быстро конечно же 3 киловаттный тэн плюс с учетом просадки напряжения это просто ни о чем для 50 литрового пара водяного котла во-первых мы не получим достойной скорости я думаю что скорость немножко увеличится но пока она вот такая во вторых весь прогрев от старта до первых капель дистиллята вернее до первых паров дистиллята которые я пропустил занял у меня два с половиной часа что я считаю очень долго котел работает стабильно на стопроцентной мощности тена даже не приходится уменьшать мощность а это значит что нутен очень слабый то есть вот котел сейчас находится в состоянии равновесия как вы видите пар ниоткуда не идет давление примерно 25 килопаскалей то есть это 0 25 атмосферы плюс минус а это значит что температура кипения воды внутри парового контура там где-то 105 107 градусов соответственно перегретый пар всю энергию отдает внутренней емкости и быстро прогревает 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 мою кашу он быстро сейчас посмотрим разгонится может повеселее польется пока не полились первые капли спирта сырца не было ни одной мошки но как только полился средств налетела просто стая дрозофилов это это просто жесть друзья следующий вопрос на который мне хотелось бы дать ответ нужно ли здесь мешалка сейчас отодвину пвк немножко не шнур мешает я вот сколько не крутил ее по температуре о сейчас что-то меняется что-то меняется наверное все таки нужно но я уверен что когда в пвк будет какая-нибудь мука или очень мелкодисперсная крупа в процессе затирания то мешалка будет просто просто необходимо с моей же чачей ну такое но мешает мешает температура растет посмотрим на скорость ну что я могу сказать скорость посредственная примерно как в кубе при 3 киловатт нам тени конечно же 3 киловаттный тен для пвк это очень очень мало для пвк объемом 50 литров все-таки его надо прогреть здесь у меня стоит мощнейший девяти трубный кожуха трубный холодильник еще и с перегородками он с легкостью утилизирует 5 6 киловатт вообще просто на раз я проводил такие испытания а сейчас он работает там тупо холодный весь вообще от слова совсем он даже сверху не теплый но 3 киловатта что скажешь друзья и обязательно мойте оборудование перед использованием куб я помыл а кожуха трубник чего-то завтыкал помыть теперь у меня в спирте сердце плавают какие-то ошметки масла все оборудование просто жизненно необходимо быть конечно при перегонке на дистиллят это масло куда-нибудь где-нибудь останется но это не точно я на это очень надеюсь в общем пвк работает стабильно я засекаю время и хочу посмотреть за сколько же я перегоню вот это вот количество 50 литров браги на спирт сырец буду гнать до нуля в струе прошло два с половиной часа и у меня набралось первое ведро сердца вместе с дрозофилами целые 10 литров это конечно круто 50 литровый куб я думаю будет литров 12-13 сердца а представляете себе если 100 литровый пвк это сразу же там ну 30 литров сердца это круто просто ничего не пригорает конечно же температура в кубе сейчас 97 градусов то есть грубо говоря там еще ну по моим расчетам скромным литра 3 должно быть и отдайте посмотрим на манометр 32 килопаскаля то есть я отрегулировал его когда делал холостой запуск на сработку на 40 кстати вот этот вот клапан очень крутой тут можно регулировать кстати тоже из 304 нержи и тут можно регулировать вплоть до одного килопаскаля давление на котором он будет срабатывать то есть это но одна десятая атмосфера я считаю что очень точный ну хотя может быть напишите свое мнение в комментариях как считаете вы все это время тен у меня работает на сто процентов мощности то есть 3 киловатта минус просадка моей говняной электросети если честно но я думаю что еще часика полтора и отберу все фух не прошло и 7 часов и наконец-то у меня 15 литров спирта сердца это первое ведро здесь 50 процентов в струе сейчас где-то 6 градусов но мне просто ужеление реально устал долго так это все с разгоном со слабеньким теном но результат хороший на самом деле хороший выход и я бы мог бы еще литра полтора отжать здесь спиртуозность наверно процентов 25 то есть 10 литров 50 процентного и 5 литров 25 процентного сам принцип пвк позволяет нам отжать максимум за счет того что очень много спирта при обычной перегонке мы просто выбрасываем вместе со жмыхом друзья аппарат выключаю он остывает до завтра с утра посмотрим как его помыть легко или не очень и после этого будем делать перегонку с укреплением на тарельчатой колонне друзья на следующее утро продолжаем разбор полетов и немаловажный вопрос как помыть пвк но с крышкой все понятно что у нас здесь очень теплый кстати он так хорошо тепло держит здесь у нас вот это вот байда 35 ну как раз 15 литров сейчас он даже меньше чем 35 но он под углом попробуем слить через кран слива ну конечно же все у меня не сольется и смотрите какой нюанс у меня есть возможность вывести его на улицу так так стоп тормози вывести на улицу и на улице полностью помыть это действительно удобно но если такой возможности нету если вы находитесь в помещении как слить напишите в комментах у меня мысли и идей нету так вообще очень удобно сливается все реально по моему они не все здесь останется вот это шелуха которую я сейчас буду выгребать ну и собственно говоря залью сюда водички сполосну его да и все то есть вывод такой если есть возможность вот так вот сделать то у меня огород то все супер еще и удобрение получается мыть котел крайне удобно и тут я снимаю шляпу с производителем перед производить мыть котел крайне удобно и тут я снимаю шляпу перед производителем он не поскупился на дюймовый полнопроходной кран как вы видели даже часть веточек от винограда у меня через этот кран пролетела а уж зерновой затор будет сливаться точно хотел рассказать вам о размерах пвк его друзья высота 88 сантиметров с крышкой ширина с учетом тэна и клапана 75 сантиметров диаметр самого котла по наружи 40 сантиметров глубина котла у нас 57 сантиметров и диаметр по ручкам 51 сантиметр но мы собственно говоря можем заливать наш спирт сырец с винной мошкой предварительно убедившись что кран слива закрыт у меня получилось 15 литров сердца и как бы суммировав общую спиртуозность в этом сердце у меня ровно 6 литров абсолютного спирта вчера у меня была идея делать вторую дробную перегонку с помощью прямого нагрева поставив тэн вот в этот порт но есть сомнения что я превышу неснижаемый остаток и вот в чем кайф пароводяного котла вы здесь можете делать тут нет неснижаемого остатка главное чтобы пароводяной контур был заполнен а сам котел доход литр сюда налейте сердца и перегоняйте ему конечно же с прямым нагревом события бы развивались значительно быстрее опять готовить на пароводяном контуре и я буду использовать вот эту вот замечательную тарельчатую колонну также от компании magnum steel можно было бы использовать и цель на медную но в цель на медной не будет такой красивой визуализации а мне хочется показать вам как это красиво поэтому собираю аппарат следующей комплектации пароводяной котел работает в режиме именно пароводяного котла 3 дюймовая четырехуровневая тарельчатая колонна 3 дюймовый 21 трубный дефлегматор далее переходник два поворота и 9 трубный кожухотрубный холодильник вся эта конструкция выглядит достаточно эпично ждем пока куб прогреется и начнется барбатаж в колонне нам надо ее стабилизировать а после этого отобрать головы причем в достаточно большом количестве мне надо отобрать 600 миллилитров голов вот не замерзайки у меня будет в автомобиль и тут у нас процедура точно такая же дождался пока закипит выпустил немножко пара и закрыл верхний кран очень важно чтобы в пароводяном контуре был именно насыщенный перегретый пар в это время как раз начинается барбатаж колонне очень люблю это это всегда так красиво и завораживающе когда начинает работать колонна подаю максимум воды на дефлегматор для того чтобы колонна стабилизировалась и начала работать на себя мне интересно как будет вести себя давление в данном случае давление имею ввиду в пароводяном контуре и также как я смогу регулировать мощность ведь в такой установке в дистилляторе у образного типа очень важно регулировать мощность ну и количество воды конечно для того чтобы регулировать количество отбора отбор голов завершён и могу переходить к отбору пищевой фракции что всегда приятно но согласитесь же для этого нужно чуть-чуть придавить дефлегматор нужно друзья отбор про пошел стартовал с 90 процентов спирта буду отбирать до падения спиртуозности в струе 60 процентов как это делается обычно надеюсь что будет литров 6 классной чачи хорошего дистиллята а после этого мы с вами подведем итоги работы с пвк и обсудим хорошо это или не очень ну и конечно же обсудим все плюсы и минусы данного оборудования в общем отбираем пока все хорошо такая прерывистая струйка я настроил чтоб не сильно быстро отбиралась промежуточный результат примерно через полтора часа отобрано 3 литра виноградного дистиллята спиртуозности 90 и здесь уже пол литра и спиртуозность упала всего лишь на один градус я считаю что все очень стабильно проходит мне даже как-то нравится в начале не очень люблю такие аппараты я больше люблю с узлом отбора по жидкости но тем не менее здесь все достаточно стабильно очень удобно когда работаешь с большими объемами конечно как у кого много винограда или кто делает напитки на продажу 50 или 100 литровый пвк это просто бомба ракета после того как набралось пять с половиной литров начала падать спиртуозность хорошо видно по колонии что подходят хвостовые фракции нижние стекла уже запотели уменьшил мощность воду уже не трогала потому что воду настроить крайне сложно уменьшил мощность и по капельно отберу до падения в струе спиртуозности до 60 процентов думаю нацежу даже три литра и будет у меня 6 литров дистиллята ну что ж друзья отобрал я 6 литров 90 процентного дистиллята в этой баночке восемьдесят девять процентов в этой 90 начал отбирать еще буквально на пару минут отлучился цепанул хвосты и решил уже сюда но тут было реально 250 грамм пищевой фракции а дальше пошли хвосты они уже мутнеют поэтому решил сюда хвосты дожать потом за кольцу их брагу и вот только что сработал клапан давления я поднял температуру но не успел словить этот момент сейчас может он еще сработает но сложно так сидеть с камерой 10 минут ждать пока он сработает достаточно геморно собственно говоря вот он сработал строил лишнее давление я этот момент упустил ну наверное будем подводить итоги в кубе кстати 99 и 6 судя как бы по количеству отжал я максимум все-таки большая колонна 3 дюймовая работает в разы стабильнее чем 2 дюймовая и это я считаю очень круто ну что ж друзья завершение давайте поговорим с вами о плюсах и минусах данного девайса как таковых объективных минусов вот прям чтоб сказать что мне вот это вот не нравится я здесь не нашел есть несколько субъективных у других производителей я видел мешалку с мотором которая запускается кнопкой с одной стороны но я не как бы не вижу особой необходимости в постоянном вымешивании все равно аппарат ним нельзя оставлять там надолго на часы его без присмотра оставлять нельзя подойти раз в полчаса сделать пару вот таких вот движений совершенно как по мне проблем нету в то же время я думаю через некоторое время magnum steel все-таки сделает мешалку с мотором ну как таковым минусом это отнести особо нельзя следующими минус удобства мойки мыть его идеально аппарат моется просто вот ничего здесь нет навесного что боится воды тэн герметично закрыт хоть из керхера его мой единственное что это сток то есть если куб но допустим куб да мы его можем поставить возле раковины и спокойно себе открыть краник и внутри мыть то с пвк так не получится по той причине что он огромный и соответственно он должен стоять на полу его надо мыть либо на улице либо в каком-то поддоне либо я даже не знаю где напишите свои варианты в комментах третий минус также достаточно субъективные это размеры пвк все-таки для маленькой квартиры лучше использовать кубы если у вас есть отдельное помещение как у меня если у вас есть свой виноградник или если вы делаете напитки на продажу тогда конечно же пвк а как бы если вы делаете раз в месяц для себя чуть-чуть какого-то алкоголя там даже купили виноградик или яблочек и сделали чачу или кальвадос то но совершенно в нем необходимости нету то есть он нужен для больших объемов это крайне удобно он очень стабильный и он нужен я уже к плюсам по моему перешел да и у он нужен для небольших производств 100 литровый пвк для небольших производств будет просто идеально следующий минус конечно же цена стоит он достаточно недешево по сравнению с кубом даже аналогичного размера но тут есть одно но вы получаете совершенно универсальный совершенно универсальный девайс скажем так то есть в нем можно делать затирание в нем можно варить пиво в нем можно перегонять хоть из муки брошку она нет не пригорит поэтому вопрос цены остается открытый я этот аппарат для себя оставлю потому что в сезон винограда значительно проще делать такими объемами и вот я смотрю насколько он стабильный мне это очень нравится ну прям прям я в восторге ну вот с минусами на и на все давайте перейдем к плюсам и так плюсы идеальное качество сборки просто идеальная вот хотел бы придраться сам изготавливая сыроварни я четко знаю как как должны выглядеть сварные швы здесь они просто близки к идеалу ничто ничего нигде не сифонит ничего никаких свящей нету то есть все все прошло просто супер далее очень высокая универсальность это неоспоримый плюс пвк просто огромнейший далее друзья следующим плюсом я считаю возможность выбора то есть то что производитель не ставит нас в какие-то ограниченные рамки хочешь крышку под 2 дюйма пожалуйста хочешь по 3 пожалуйста хочешь по 4 пожалуйста хочешь там 3 киловатта для домашней электросети пожалуйста хочешь 56 для промышленной тоже без проблем все этом как бы вы можете выбирать у вас есть право выбора далее как бы большое количество дополнительных портов я считаю это плюс к универсальности и плюс к армии производителя не поленился производитель сделать дополнительный порт для циркуляции дополнительный порт для тена внутри то есть не для тена в паровом контуре а для тена в жидкости это тоже я считаю очень круто и при перегонке большого количества спирта сердца это значительно делает быстрее процесс хотя мне нравится вот я грею помещение увидите он очень сильно греет помещение вообще идеально его кстати к минусам вернемся к минусам отсутствие утеплителя и я буду просить производителя чтобы он может быть со временем когда-нибудь сподвигся пошить где-то заказать неопреновые чехлы которые можно было бы одеть на пвк на липучки естественно на время работы и можно было бы снять на время мойки это было бы очень круто так вот вернемся к плюсам огромное количество портов что делает пвк просто универсальным наличие мешалки мешалка очень хорошо продумано очень грамотно продумано и и вот это вот сочленение классно сделан вот мешалки вот вообще увидите как бы это же спирт цирец это даже не брага никаких запахов ничего не сифоник никаких прорывов пара просто все идеально поэтому это тоже отнесем к плюсу также к плюсу я отношу грамотную группу безопасности один раз котел надо настроить один раз вы настраиваете и все вы забыла забываете об этом вот этот вот клапан сброса давления он реально я уже выяснил у производителя он стоит реально почти 10 процентов стоимости котла но это безопасность поэтому как бы опять же таки тоже не пожалел производитель поставил дорогой клапан сброса давления а не какую-то дешманскую историю у комплектована сразу же краниками тоже плюс но хочу его хвалить кровь классная хрень надо покупать и готовить вискари и собственно говоря чаще всякие граб и грушовицы сливовицы то есть все хоть варенье туда залейте у вас ничего не пригорит это сто процентов друзья я думаю на этом будем заканчивать конечно вот мне бы сюда узел отбора по жидкости чтобы к моей автоматике его подключить и было бы просто идеально кстати обзоры автоматики я думаю недельки через две уже начнут выходить автоматика просто очень крутая сенсорным экраном с управлением со смартфона в общем я так подогреваю ваш интерес скоро скоро будем презентовать ее и давать в продажу данный девайс данный пвк все оборудование которое за моей спиной и еще очень многое другое можно приобрести на нашем сайте ссылочка на сайт в описании ролика доставка в любую страну мира ну собственно говоря я получил первый опыт работы с пвк я разобрался как это работает я понял насколько он стабилен он реально круто стабилен я думал что будет пар выходить нифига за счет того что этот пар конденсируется на стенках внутреннего цилиндра он никуда не выходит и там вода вечная она просто не испаряется один раз настроил этот подрывной клапан и все и забыл в общем вещь крутая это однозначно вещь не дешевая но крутая надеюсь что обзор получился полным и не оставил никаких белых пятен на репутации этого пара водяного котла а если оставил пятна напишите коммент а если не оставил поставьте лайк и оставайтесь с нами а если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь чтобы не пропустить много интересного друзья спасибо за внимание мы с ларисой готовим для вас вкусные сыры колбасы и домашний алкоголь и как говорится покупайте пвк всего доброго пока